Самый крупный производитель зерновых, Тираспольский комбинат хлебопродуктов, завершает сев о зимах. К выходным обещают дожди, и это идеальные условия для всходов. В Дубосарском районе, где сейчас сеют ячмень, побывала Наталья Ткачук. Как идет посевная на Дайбанских полях, хорошо видно из окна американца. Этот трактор с сейлкой был первым в списке техникой, купленной за рубежом. Старичку уже 13 лет, но работает исправно. Сейчас высевает девятый вал – высокоурожайный сорт ячменя. Эту сейлку, непосредственно сейлку Хорж, выполняем в основном работы прямым посевом. Особенно она очень хорошая для посева зимы культур после подсолнушка. Посевная идет даже ночью. Стараются не терять ни минуты. На Тираспольском комбинате хлебопродуктов площади подозимые самые большие в республике. Надо успеть все в срок. Она в сутки работает и делает до 120 гектаров в сутки. Это достаточно много? Много. Считать, что одна маленькая СССР делает до 25 гектаров норма в день. А это уже 120 получается. Быстрее мы засеваем. Поля у Дайбан словно выиграли лотерейный билет. И весной были дожди, и осенью. С конца сентября идут один за одним. В мае нас чуть-чуть побаловал дождями. Было 90 мм общий под Басарскому район. И вот в сентябре под Басаром тоже имеем 50 мм осадка, которые упали. Влага есть пока. В сходы мы посеяли зерно. Имеем 1260 гектаров пшеницы уже посеяны. И из них уже 70% есть сходы дружные. Дружные всходы и на Григориопольских полях, и в Рыбницком районе. Хуже ситуация на юге. В Слободзейский район осадки обходят стороной. На сегодняшний день клин озимой пшеницы на 95% выполнен. Наверное, на этом мы и остановимся. Значит, смотрели сегодняшний агрегат на посевы озимые ячменья. Завершаем я озимый ячмень. Еще день-два и посевную терраспольский комбинат хлебопродуктов закончат. Сейчас все идет хорошо, говорят агрономы. Главное, чтобы ранние морозы не ударили. Если их не будет, тогда можно рассчитывать на хороший урожай. Мы, хлеборовые земледельцы, всегда рассчитываем на то, чтобы наш народ был с хлебом. Принимаем все меры, необходимые для того, чтобы вырастить максимальный урожай. Наталья Ткачуки, Андрей Овчинников, ТСВ.